Доброе время суток, дорогие друзья! С вами Чердак, Норм, у кого-то день, у кого-то ночь, у кого-то утро, у кого-то вечер. Продолжаем с вами читательскую игру, но на сей раз сегодня, думаю, что мы побьемся с тобой, потому что все мы записки, которые могли, прочитали, и в принципе у нас нет никаких причин, чтобы здесь оставаться, надо идти дальше. И так-так-так-так-так, идти, получается, найти короля Агрима, что ли, вот это, получается, надо проверить подъемник. Да, получается, что-то вот в этом роде идем. Тем более мы взяли с тобой новых воинов, которых мы испытывали. Эвелия, проходи. Это ты мне как... А, к себе позвонил. Хельга, что случилось? Похоже, хороший след ты оставила вдалечии. О чем вы? Пока ты спала, о тебе спрашивали. Приятно, что места не могут стоять против моего шарма. А кто это был? По каким-то причинам на тебя обратила внимание Хельда. Она присылала сюда человека с приглашением на встречу. Она в трущобах к юго-востоку отсюда, где обитают все скитальцы. Будь осторожна там. Возможно, посмотрю, чего они хотят. Только времени у меня сейчас мало. Ну ладно, мы знаем, где эти трущобы. Погнали. Не... А, подожди. Не сюда. Поехали. Короче, в трущобы. Это мы с тобой уже там ходили, бегали, развлекались. Но нас тогда не пустили. А сейчас нас туда пропустили. Так, где тут проход? Здесь проход. Понято. Оп, оп. Да, вот смотри, и трущобы. Чик. Залезли. Бежим. Кстати, хорошо, что я в прошлой серии тут все собрал, поэтому могу спокойно сейчас пролететь все вот эти места просто за несколько секунд. Вот и все. И уже помню, как и чё бегать. Так, где-то ее здесь, она тут обитала, он вас. Хильда хочет поговорить с тобой, проходи. Так, кто такая Хильда? Давай посмотрим на нее. Мы наше страницу кодекса. Багровая дождь. Багровая дождь воинствующая группа политических диссидентов в Ледовице. Они стремятся свергнуть войск короны, которая веками господствована над городом-государством. Эти бунтари, в основном состоящие из китайцев, утверждают, что к действию их побудило жестокое обращение к ним со стороны правящих дворфов. Кроме того, они верят, что законы Ледовицы неравны и способствуют обнищанию их народа. Их лидер Хильда Северсон надела мантию своего брата после его смерти. Это типа оппозиция этим, как они, защитников. А, мы ее встретили, когда она спорила с этим, с дворфом у подъемника. Меня зовут Хильда. Я лидер багрового дождя. Я ждала тебя, Эвелия. Хильда сказала, что ты хотела встретиться. Все верно. Слышала, что у нас тут новые лица вдалече. Потом увидела тебя возле подъемника и слышала о твоих недавних достижениях. Я впечатлена. Я уже поняла, что новость здесь разносится быстро. Так зачем я тебе? Сразу к делу. Мне это по душе. Думаю, ты слышала о нашем восстании в Ледовице. Не секрет, что дворфы никогда не смешивались с другими расами. Ледовица должна была стать исключительно из этого правила. В течение нескольких поколений наших людей встречали здесь обнищание, обещание начать новую жизнь. Шли десятилетия, их репрессивное правление вызывало напряжение. Они беспощадно подавляли инакомыслие. Люди начали исчезать. Из тех, кто высказывался открыто, делали публичные примеры. Мы терпели эти условия, пока это не стало невыносимым. Мы слышали слухи о том, что они не только бесчеловечно обращались с нашими заключенными эденийцами, но даже зашли так далеко, что проводили эксперименты над ними. Когда я получил известие о том, что мой любимый брат Брон подвергся пыткам, мы восстали единым фронтом. К сожалению, у меня не было времени до собрать доказательства этих преступлений, до того, как Ледовица пала перед зеленым пламенем. Я чужеземка. Я не должна вмешиваться в ваши дела. Но это та самая причина, почему я хочу заучиться своей помощью. Это деликатный вопрос, и у тебя нет такой выгоды в нашем ссоре. Если бы ты принесла доказательства, о которых я говорю, это изменило бы все. Я не забуду убеждать тебя сделать это. Я не буду. Ты сама все поймешь. Если передумаешь, начни с самого очевидного места, с тюрьмы Ледовый Хребет. То, что там ты найдешь, может изменить то, как история запомнит моих людей. Так что скажешь? Ну, вспомним. Надеюсь, Багровый дождь никак не причастен к поломке повдомника. А если и да, то я могу передумать насчет поисков твоих доказательств. Нам нет этого никакой выгоды. Конечно, им легко обвинить нас. Они считают, что мы пытаемся помешать их поисковым отрядам. Но правда, которую они не примут, в том, что король уже давно мертв. Хм, говоря об этом. Я уже о многом тебя просил, Эвеля, но возможно тебе это будет интересно. Чем я могу помочь? Начали ходить тревожные слухи о том, что Багровый дождь ответственен за поломку подъемника. Как ты уже знаешь, Хакан не терял времени и указал пальцем на меня. Я хочу пресечь эти слухи раз и навсегда. Возможно, вас подставили. Но вдруг это была обычная поломка? Во-первых, речь идет не только об очернении моего имени. Поломка подъемника затрагивает всех нас. Поддержание его работоспособности – ключ к нашему общему выживанию. Во-вторых, техника дворфов не ломается просто так. За этим кто-то стоит, и мы должны привлечь виновных к ответственности. Чего ты ожидаешь от меня, если даже защитники не смогли поймать преступников? Эти простачкам не хватает твоей смекалки. Почему бы тебе не начать с охранников подъемника? Возможно, удастся что-то выяснить. Преуспеешь, и я достойно награжу тебя. Хорошо. Так, здесь я не выйду. Ну все, погнали. Сколько же здесь диалогов в этой игре, просто офигеть. Так, бежим. Так, я понимаю, у меня новое задание. Сейчас посмотрим, как он в дневнике у нас записан. Выйдем только отсюда. Опа. Бежим. Арбалет, кстати, такой хреновенький весьма у нее. Он отнимает очень мало. Поэтому я его почти в битвах и не использовал. Так, смотри. Так, а там что такое? Не понял. Так, Н. Подожди, блин, тут еще посмотреть ничего нельзя. А там-то я все сходил, все сделал. Почему они мне показывают? Так, где там Н? Проверить подъем письмо отца. Встретиться с Хаконом. Найти короля Агрима. Я с Хаконом не встретился. Кто такой Хакон? А вот он. Должно быть Тейвелия Лирика. Спасибо, что в такой краткий срок пребыла по указанию принца Гунара. Не уверена, помните ли вы, но мы столкнулись возле подъемника. А, это ты бомб была. Все эти проблемы с подъемником наверняка связаны с Хильдой. Как будто эти подстрекательницы и без того навлекла на нас мало бед. Вы действительно верите, что это она отвестила за саботаж? А кто еще? Я запланировал поисковую операцию на поверхность, чтобы найти короля Агрима. Все узнают, что его возвращение последнее, что ей нужно. Неважно. Вальсант быстро почимит подъемник. Какие-то скитальцы из Багрового Дождя не могут навлить древние технологии. Так, а зачем вы меня позвали? Я слышал, что ты вернулась с поверхности. Нам бы не мешало, милая разведчица, продолжение наших поисков. Если вкратце принц Гунар хотел бы заручиться твоей помощью в поисках короля Агрима. Я ничего не знаю о его местоположении. Не уверена, что смогу помочь, особенно если след уже остыл. Я и так понимаю, что они хотят. Мы все еще верим, что король Агрим жив. Я слышал от надежных призраков, что он, возможно, находится в живом квартале. И все равно этого мало. Но я отправлюсь туда в любом случае. Если я смогу найти... Если ты найдешь его, то окажешь огромную услугу всему хоролевству и его людям. Надеюсь, я смогу рассчитывать на тебя, как на надежного союзника в эти нелегкие времена. На удачи! Хорошо. Потрясали. Все-таки, мне кажется, что в коме, что в игре про лисицу и группу музыкальную все-таки диалогов было меньше. Здесь просто все в диалогах. В бесконечных диалогах. Так, ну сохранились данные, понятно. Вальсан починял подъемник. Мы можем отправиться в живой квартал. Планируете использоваться подъемником? Прошу прощения, но у вас возникли некоторые проблемы, и подъемник нуждается в ремонте. Посмотрим, что ему известно. Не могу сказать, что испытываю огромное желание пользоваться такой ненадежной машиной. Ненадежной? Лучше попытаюсь сейчас сесть здесь, чем застряну в этом подъемнике на середине пути. Разве нет? О, вы явно недооцениваете искусство древней инженерии дворфов. Ну, сейчас он работает не совсем так, как должен. Не повиняйте тех, кто его строил. Подъемник прекрасно работал на протяжении веков, а дворские технологии известны своим тонким мастерством. Такие вещи просто не ломаются, поэтому он так удивителен. Хочешь сказать, что кто-то приложил к этому руку? Даже не сомневаюсь. Вальсан сказал то же самое. Ты был на страже? Как ты пыль, что подъемник был сломан? Это остается загадкой даже для меня. Ты не замечал никого? Ничего странного во время своей смены? Кажется, нет. Хотя, если по дому, в начале дня здесь был небольшой переполох, но я быстро с этим разобрался, не думал, что это может быть связано. Что произошло? Отряд искателей собирался вернуться с поверхности. Иногда сюда приходят встречающие. Одна прибывшая леди слетела с катушек. Она попадала на мужчину, стоящего рядом. Я задержал ее. Он выглядел потрясенным и хромой походкой ушел, не сказав ни слова. Она была взволнована и изражена. Их было только двое. Ты хорошо разглядел парня, на которого она напала? Обычный парень, как и все. Вы должны знать такой типаж. Постоянно отшиваются вокруг стены. Найма их ходит вокруг искателей. Есть идеи, из-за чего у них возникла ссора? Кто знает. Возможно, это была обычная любовная ссора. Ничего. Похоже, в темно-кодил мне пора. Новый день, новая хрень. А, это он сказал. А что у него еще горит? Подожди, я же все спросил. Так, так я, получается, все сделал или еще не все сделал? А меня опять направили назад, что ли? Ну, конечно. Ё-моё, я сегодня выйду играть или нет? Я буду сегодня опять тут бегать весь день в локации в этой. Ну, пойдем. Так, ну-ка, давай. Ха-ха-ха-ха. Найти Бронда Северсона, брата Хильды, в тюрьме Ледяной Хребет. Попросить Бальтазара преследовать Изабель на выбор посетить место, где отряд сержанта нашла меня. Найти подозреваемого у раненого искателя. Мне нужно что-то покрепче, чтобы справиться с этой головной болью. Я слышал, что у тебя была стычка около подъемника. Тяжелый день? Как ты узнала об этом? Неважно. Да лечь слишком мало. Он ранен, но, кажется, может что-то знать. Так, это что такое? А-а-а-а. Ну, давай осмотрим его раны. Дай взглянуть на твою голову. Ай, эй, осторожнее. Похоже, тебе сильно досталось, у тебя здесь большой отек. Ай. И тебе оставили внушительный синяк. Воображаешь себя сельвийской медсестрой? Если бы я хотел лечения, я бы пошел в зал исцеления. Я не медсестра, но у меня самой было несколько шишек и царапин. Приложили к голове что-нибудь холодное, ты будешь в порядке. Как скажешь, спасибо, док. Похоже, его раны были начнуты каким-то чем-то очень длинным... С чем-то с очень длинными ногтями. Ты слышал о том, что случилось с подъемником? Ты о чем? Он сломан, а Вальсан чинит его. Я ничего не знаю об этом. Тогда что ты там делал? У меня множество друзей среди отрядов искателей, я просто ждал их, чтобы поприестовать по возвращению. После твоей ссоры подъемник был сломан, какое совпадение? Мне не нравится то, что на что-то намекаешь, я впервые об одном слышу. Ты знаком с той, кто сделал это с тобой? Я никогда не говорил с этой женщиной в своей жизни, она продолжила кричать, что хочет проломить мне голову. По всей видимости, она сдержала свои слова. Я занимался своими делами, она треснула меня по затылку, даже понять ничего не успел. Как лежал на земле, она пыталась меня исцарапать. Ты помнишь, как она выглядела? Ясно, как день. Это одна из тех блудниц, видел ее с дворфом, можешь себе представить? Дворфом? Похоже, у меня появился еще один подозреваемый. Вдалече есть проститутки? Ну, знаешь, мужчины нуждаются в этом, они работают в трущобах, некоторые работают в гостинице Потерянная Леди, для клиентов, которые могут себе это позволить. Но это небольшой город, и они должны быть осторожны. Думаю, у тебя достаточно проблем на один день, постарайся больше отдыхать. Ага, как скажешь. Так, ну я, получается... Оставлю тебя наединить с твоими ранами, направляйся. Так, короче, я так понимаю, всю серию опять сегодня буду здесь бегать, понятно. Так, еще в тюрьме кто-то сидит, да? Э, в тюрьме... А, вот. Почему-то в тюрьме ничего не отмечено. Дверь не повреждена. Как Изабель достала... удалось выйти открытию без ключа? Не знаю. Я не вижу Изабель. Полагаю, вам не повезло с поимкой ведьмы. Ты, здравствуй, не ускользнула от нас, но далеко не уйдет. Ну да, еще больше в городе сидим, трещим, и вообще она убежит куда подальше. Так, а где, говоришь, эти находятся барышни с низкой социальной ответственностью? Таверну идти, да? Так, подожди, а у меня... У меня же еще одно задание с каким-то поговорить заключенным. Так, ладно, по порядку пойдем. Так, потерянная леди. Так, тут, кстати, в диалогах надо весьма аккуратно разговаривать. Не споткнись на это. Не ударься головой. Похоже, не одна я сегодня ударяюсь головой. К чему? К чему ты клонишь? Она выглядит пьяной и растрепанной. Посмотрим, что мне удастся вытянуть из нее. Ну, давай спросим сначала напрямик. Смотри-ка, тут какое-то у нас расследование идет. Кажется, ты хорошо приложилась к бутылке, как прошел их, проходит день. Не очень. Ну, я хотя бы хорошенько ему врезала. Слушаю тебя, сестренка, что произошло? Несколько дней назад на мою подругу напали. Прямо в трущобах. Мерзавец, который сделал это, сбежал, прежде чем она успела разглядеть его лицо. Мне жаль это слышать. С твоей подругой все в порядке. Она потрясена, но в порядке. Я даже не думал, что что-то подобное может произойти вдалече. Так. Я слышал, что ты была не одна у подъемника во время драки. Ты слышала? Но самое интересное, что это двор. Обычно дворфы выступают за расовую чистоту. Как неожиданно. Я знаю, ясно. Парень ненавидит людей. Но знаешь, так он снимает напряжение. Ему нравится быть жестким, но в глубине души он очень мягкий. Он часто приходит к потерянной леди. Не. Знаешь, он любит держаться своих. Он всегда выпивает возле поместья грима. Когда мы встречались, он не любит привлекать внимание по понятным причинам. Ты сегодня бывал подъемником? Еще бы. Я нашла этого мерзавца и преддала ему хороший урок. Ты сейчас окун. О человеке, который добавил на мою подругу, конечно же. Как ты смогла его узнать? Но строго между нами... Один из моих постоянных клиентов видел, что произошло. Он лично указал мне на этого парня. Ясно. Не сложайся выпивкой, мне нужно идти. Так, погнали. Такое-то ничего спросить нельзя, да? Нет, наверное, ничего. Так, Н. Найти Брона Сивилиса в тюрьме Ледяной Хребет. Это я не знаю где. Найти Дворфа. Заставшего Даммана... Так, найти Дворфа. Ну, пойдем. Пойдем Дворфа искать. Это как Доп-задание, да, я так понимаю? Восклицательный знак, маленько другой. Так, ну и где он тут? А, вот он. Она напала, а бедолага даже не понял, что происходит. Готов поспорить, шишка на его на голове размером с мой клак. Они настоящие простаки, Эрлин. Могу себе представить, что блудницы и скиталец создали невероятное зрелище. Прошу прощения, я не могла не услышать ваш разговор. А тебе на что это, Эденийка? Ну, я только что проходила мимо раненого скитальца у доски и найма. Я не могла не задаться вопросом, был ли это тот же самый парень. У него был большой черный глаз? Да, он самый. Будь я проклят, если это не он. Я видел, как он получил по самое неболусе. Он сцепился с Девой ночи. Ха, у него этого человека есть чувство юмора. Что я говорил? Эдоники не так уж и плохие. Может и так, Эрлин. Но почему же в Литовите столько паразитов? Это трущ... Это трущобная блудница, что вы не знаете? А, что? Ничего о ней не знаю. Я просто случайно увидел Драку. Вы случайно увидели Драку, когда проходили мимо подъемника? Ну, да, знаешь, такие трущобы... Нейбордяги дерутся заломать хлеб, если припечет. Он ужжет и выглядит достаточно нервным. Так, смотри. Ну, давай подъемник. Вы слышали, что подъемник с Момом? А, это правда, Эрлин. Это катастрофа. А, да, я слышал. Когда это случилось? Нам повезло, что Дворфы древности построят прочные машины. Вероятно, Дворфу было сложно навредить такой точно спроектированной конструкции. Смешно. Это определенно был кто-то из Багрового Дождя. Одних одни только проблемы. Ну и все. На этом все, мне пора. У меня больше нет никаких зацепок. Нужно вернуться к Хильде и сообщить о результатах. Так, а Хильда кто так? А, Хильда это, который нас и... Короче, я понял, это, который нас из трущоб наняла. Но мы так ничего с тобой и не узнали по итогу. Я не знаю, к чему при его мое расследование-то. Что тот как бы, что этот, что тут. Как бы, расследование-то получается ни о чем. По большому. Я вот, ничего из этого расследования не понял. Ну, давай, сейчас посмотрю. Ну, доложить Хильде, ну давай доложим. Только я скажу, что я... Опа! Ах, Эвелия, наконец-то ты здесь. Проматерь, помоги. Это и есть твой частный детектив? В отличие от тебя, у нее хватает решимости найти настоящего преступника и очистить мое имя. Эвелия, тебе больше нечем заняться. Возможно, я знаю ответственного за поломку подъемника. И кто же это? Да блин. Да кто это? Да это никто. Это не дворф, это не блудница, это не выживший. Как они могли все это быть-то? Ну, опять же. Чисто так вот. Я считаю, что вообще это никто. Но, с другой стороны, если вот так предположить, блудница с этим, с парнем махались, им были некогда. И под шумок дворф это сделал. Поэтому дворф дабы. Дворф по имени Эрлин. Он живет рядом с усадьбой Агрима. Дворф? И если у тебя доказательства этих обвинений? Во-первых, скрываясь от стражника, он присутствовал на месте преступления. Только подозреваемые знали, что он был там. Во-вторых, он солгал мне, сказав, что не знает подозреваемого. Что довольно подозрительно. Невероятно. Что ж, Телеса, ты ее слушаешь? Чего мы ждем? Пойдем к нему. Вот это мне повезло. Очень деликатная ситуация. Уверена, вы, дамы, понимаете всю сложность этой ситуации. Конечно. Если я права, он поверка посетит всех вдалече. Нам необходимо тщательно взвесить последствия следующего шага. В этот чувствительный момент обвинение одного из дворф может быть неверно истолковано. Что вы предлагаете? Эрлин должен был перед... Эрлин должен быть передан защитником своим. Серьезно? Терпение, Хильда. Если Эвелия права, он получит то, что заслужил. А пока поговори с Хаканом и позволь ему тактично разобраться в этом беспорядке. Хорошо. Почему я все это делаю? Ну ладно. Погнали дальше. Хакан это получается этот парень, который парень красавчик, да? Со стильной прической. Хоть они тут вдалече, они изолированы, но видимо барберов здесь где-то они держат неподалеку. А он, по-моему, в башне защитников сидит, насколько мне известно. Так, а что у задания осталось? Подожди. Подожди, а что я там еще? Странно. Сейчас проверю, подожди. Мне по идее сюда надо идти, нет? С Хаканом поговорить. Подожди, блин. Я что... Почему там задание горит? А, вот, все получается. Указать на правильный преступник, но все получается, я это выполнил. Все. Я не знаю, может, зависывая что-то. Но почему-то восклицательный знак горит. Ладно, надеюсь, все сохранилось. Деньги у меня вроде есть. Пойдем. Пойдем, короче, куда-то там. Я уже забыл, куда нам идти. Сказали, что можно пойти на место нашего преступления. Вернуться к Мондук, не знаю зачем. Возвращение домой. Главная задача ставить Изабель-Салазар. Пункт назначения Живой Квартал. Живой Квартал расположен в южном районе Ледовицы. Здесь были построены и процветающие поместья, и коммерческие здания, обслуживающие нужные местных жителей. В результате притока экономических мигрантов в некоторых частях квартала возникли трущобы. Дворфы, многие из которых были значительно более состоятельными, чем их сожители-мигранты, как правило, жили в других кварталах Ледовицы. Живой Квартал стал местом самых кораблополитных боев во времена трагедии. Его руины являются напоминанием об этой резне. Поехали. Наконец-то поехали. Сейчас испытаем нашу подружайку в новых боях. У нас же как бы лиска новая появилась. Лиска, я так понимаю, это лучники. Кстати, почему она стоит здесь, когда она должна быть сзади? Где-то вот здесь вот. Да. Я здесь буду, это здесь. Но ты извиняй, ты боец. И плюс он еще у ловушки хорошо. У меня нет карты этой в области, понятно. Так, это уберись. Ну погнали. Полетели в битву, наконец-таки. А, у тебя нет карты еще до сих пор. Так, ну и что, куда здесь идти? Опа. Эвелия, разрушительница преград. Я уделена видеть тебя здесь. Что ты здесь делаешь, сержант? Я искал новой области для поисков припасов. У нас еще много не следований территории. В живом квартале есть много снаряжения и консервированной еды. Нам нужно все, чтобы мы можем принести вдалечь. Возможно, ты не знаешь, но это место было эпицентром битв между дворфами и скитальцами. Безумные призраки, бродящие здесь, жаждут крови. Что еще хуже, зеленое пламя сейчас опустошает Ледовицу район за районом. Похоже, они ищут кого-то. Будь осторожный. Ну все, давай. Опа. Так, здесь получаются тоже страницы кодекса. Ледяная стена. Это гигантский архонтский барьер, окружающий город государства Ледовицу. Те, кто касаются или пытаются обойти ее, мгновенно замерзают до смерти. Барьер был создан ведьмой Изабель Салазар, как временное средство для управления городом во время переворота зеленого пламени. Король теней позже улучшил ее, сделав постоянной особенностью города. Оставшиеся в живых были в западне от пределов города в течение почти года. Пока что единственным известным человеком, который прошел в ледяную стену, была Эвелия Лирика. Архонты, кстати, кто такие архонты еще? Нам повезло, потому что у меня этот гном, он крутой этот. Он, короче, легко идти. Облушки... Ловушки все обходит из-за навыка высокого. Так, враг. Я бью без промаха. Ну все, давайте в битву. Упал. Кто такие? Так, это маг. Мага Бин. Раб Некроманта. И Некромант Владыка. Но Некроманта Владыку надо, наверное, в первую очередь бить, потому что, мне кажется, он это... Так, Икс можно использовать. А, Икс только это. Давай его в первую очередь. Потому что он будет их тут хилить и прочее делать. На тебе. Пройбан. Так, ты подруга у меня, что можешь сделать? Давай просто бьешь. Ну ты, блин. Я тебя как танка нанял. Так, что может моя подружайка сделать? Давай смотреть ее способности. Стрелок. Один дальней цели. Воинственность у нее два, понятно. Зубчатый крюк. Наносит один дальней цели урон, равный показателю воинственности. То есть два. И вызывает кровотечение. Минус два здоровья каждый ход. Угу. Залпнулось и два истинного урока на всем целям. Ну, кстати, неплохо. Давай тогда Икс сделаем. Хороший урон. Подожди, Икс. Вот так вот. Тебе. А ну, всех выберем, да? А ну, так вот, давай. Два. Два. То есть, это получается 8 урона в совокупности она. На него неплохо. Фига ты мочканул. Раб декроманта. Охренел, что ли? Так, ну тут мы будем имбу делать. Икс. Давай сразу двоих. Красавка. Так, чё делает? Умер. Всё, умер. Красавелла. Так, некромант ходит. Чё делает? Воинственность поднял. Так, ну мы тебя досвидули. Отлично. Так, тебе чё сделать? Ну давай, Ку. Восстановлю здоровье. Да, так уж и быть. А ты просто стреляй. Есть. И два урона осталось. Блин. Блин. Давай просто удар. Есть. Внутри урона она отнимает уже неплохо. Отлично. С победой. Так, всё, берём. Всё, забрали. Здесь я потерялась остание. И чё? У меня сейчас страница кодекса. Лидовица была самым процветающим и космополитическим городом в королевстве дворфов Докхай. Он функционировал как политически независимый объект и отличался уникальным расположением. Он построил над землёй и по образцу человеческих городов. Это резко контрастировало с другими городами дворфов, принявшими форму огромных подземных анклавов. Город должен был стать грандиозным социальным экспериментом по борьбе с ксенофобией, доказав возможность мирного существования дворфов с другими расами. Угу. Полнота. Так, и всё, что ли? А, это получается, я выполнил задание вернуться на место, где меня нашли. А зачем? Я что-то здесь должен был найти страницы кодекса и всё. По итогу меня маленько покуцали и всё. Так, а есть... Нет, это не ту. На выбор посетить место, где отряд сержанта нашла меня. Ну так я же его посетил или чё? А, или мне надо было... Подожди. Мне, наверное, надо было это... Главную сделать, да? Вот так вот сделать. Вот сюда поставить. И ей, типа, подойти, да? Ну давай так попробую. Кстати, её тоже можно первой ставить. Хотя не, она у ловушки плохо обезвредивает. И чё? Ну тут что-то ничего не происходит. Я думаю, если бы происходило, уже бы, наверное, что-то было. Значит, моя теория, так скажем так, неверна. Так, давай, иди. Вот так вот. Вот так вот. Всё, погнали. Вот это мне вторая наша сирена. Мне что-то не особо нравится в нашем отряде. Как-то она... Атаки у неё постоянно её сбрасывают и прочее, прочее. Как-то вот надо её будет заменить. Если вдруг она погибнет. Прошу прощения. Ух ты, главу третью перешли. Надзиратели. Кстати, нежно другого третья началась. Ещё одна ледяная преграда. Интересно, сколько выжившие пробыли в таком закланном состоянии. Я разобью любую построенную им стену. Так, ты опять у меня первая, да, идёшь? Блин, давай дворф опять. Пацаны тут стоят. Обыскать всех этих жалких негодяев. Он близко, я чувствую запах этого трусливого предателя. Хм, что это? Я чувствую запах кого-то другого. Такой сладкий, так близко. свежая добыча всё ещё бродит в этой пустощью. Госпожа Ферроза, дезертира среди них нет. Тогда идите и поташите всё, что двигается. Вы слышали, госпожу? Мы не можем допустить, чтобы эти документы по Польвопу защитников. Вперёд! Ну, такая ничё, госпожа. Симпатышная. А? Кто это? Мы получили страницу кодекса. Ух ты. А вот и новая карта. Так, это вернуться, да? Я вот эту карту не совсем понимаю, как тут вообще двигаться, как идти. Это типа я могу весь город зачистить или чё это вообще? Как это работает? Какая-то тут кузница какая-то или чё это? Четвёрка. Четвёрка это лидер Зелёного Пламени. В неё входит предводитель Король Теней, владелец Наручей Пустоты и его три лейтенанта влиятельные и опытные. Калайни, Карили, могущественный маг и учёный Архонских знаний. Изабель, адское пламя Салазар, колдунья, разбивающая мощных Архонских заклинаниях. Фироза, воительница, садистка, которая теперь служит правой рукой Короля Теней. Понятая. Так, есть карта, нет? Да, есть карта. То есть смотри, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь локаций, да, всего. То есть я все их обыскать не смогу, потому что вижу врага. Ух ты, какие типы пришли. А это кто такой? Голем полицейский. Посмотри, какие они жирнючие-то падвы. Так, гипнотизёр. Вот гипнотизёра надо бить сразу. Давай-ка, я подозреваю, что с гипнотизёром будет беда. Чё он там? Ага. Что делает? Ага, он понизил атаку. И она ещё и пропускает ход, да? Капец. Ой, нахрена чего это гипнотизёрша, блин? Ну давай, я не знаю, просто мочканём, если это можно. Ну да, хотя бы маленько давай. бронированный воин, молодец. Так, смотри, три у неё защита, сколько у тебя урон? Блин, два урона, плохо. Что, подожди, ку это делает, крюк? Давай, кровотечение вызовем какое-нибудь. давай так попробуем, попробуем. Хотя, может быть, кровотечение лучше... Нет, Нет, давай тогда на всех икс применим. Это сейчас самая лучшая способность. По два урона каждому. Есть, красавелла. ты ещё и стреляешь, нифига себе, ты пробил. Так, давай, кстати, здесь попробуем как раз таки кул и добьём нашего гипнотизёра. Красавелла. Всё, гипнотизёр минус. Теперь с танками будет попроще. Ну, это танки чисто. Ах ты, гад. В лиску не трожь. Так, что могу сделать? Ну, до этого бить. Впритык. Ну, тройбан. Так, ты теперь. А тебя всё пока ещё гипнотизат. Ну, давай пока вот так сделаю. Исцелимся, да, молодец, красава. Гад. Так, теперь ты не можешь эту способность использовать. хорошо, давай тогда просто да убей его. Молодец. Ух, ты гад. Блин, ещё и в условии опять. И сломала себе что-то. Не. Ну, давай. Крутой удар. Почти в минус ушёл. Да, битвы такие жирнючие, я бы сказал тебе. Так, ну, этого два. Так, сколько у него урон? Три. В принципе, давай вот хотя бы добить, конечно, надо. Ну, ладно, давай вот этого добьём. Всё, вылетел. так, это сходить не может, да? Ещё этот уснул, нет? Так, у тебя урон два. Ну, давай, этого тогда добивай. Красавелла. Ну, всё, и полицейский остался. Да, ну, конечно, надо здоровье-то восполнять, блин. Что-то прямо вообще плохо-плохо, но. Красавелла. Ну, молодцы, ребята. Так, концентрированное масло из ревчатых дурианов. Хорошо, давай. Всё, тут понабрал всякой фигни. Странное испарение, да ты иди. Так, ну, пойдём. Так, можно сделать ночлег. Можно сделать ночлег. Ну, давай тогда проночлегуем. Не, подожди. Лучше делать ночлег кем тогда? Вот тобой. А, зачем? Там же можно выбрать. Я перепутал, да. Давай. Её поставим. У неё четыре способности. Она сейчас всех нас восстановит, подбодрит. Лиска. Ну, давай. Музицируй, да, давай. Ну, молодец. Так, всё, смотри, силы восстановили. Здоровье, да, можно ещё здоровье, давай. Да. Сэкономим на своих аптечках и прочих фигни. Ну, ужас, конечно, подрос, но чё поделать. Так, а чё у меня, кстати, есть из этих В. Могу ещё мазь, конечно, ну, давай, не буду жалеть. Давай, тебе мазь и тебе мазь. Всё. Полетели дальше. Идём. Так, ну, это нам не страшно. Повезло, Красавелла. Так, это кто у нас торгуется? О, привет, теплокровка, давай поторгуемся. Он, кстати, наверное, на меня обижен, потому что я продал все товары не ему. Так, ну, давай вот это вот сразу продаём. Да, продаём. Сколько у меня? 29 из 106. Я вот не знаю, надо ли купить вот этот вот какой-то он продаёт доспех. Набор для розжига. Плюс 1 к настороженности, плюс 2 к максимальному здоровью. 200 стоит. В принципе, это можно дать тому, кто хороший на стар... Это, плюс 1 к торговле, это не надо. Это у меня есть. Восприятие. Плюс 2 к максимальной бодрости, 4 к максимума. Вот тут, кстати, хороший жилет. Надо какие-то артефакты покупать. 200, да? Ну, давай куплю. Давай куплю. Надеюсь, каоска увидимся, типа окровка. И как это одевать? Это, наверное, в меню лагеря можно одевать, да? Так, ужас постепенно растёт. Оно мы почти пришли уже. Кстати, весьма безопасно. Ну, это нам не страшно. Как, что, событие какое-то? Перед вами рухнувший коридор, заблокированный тяжёлыми камнями и снегом. Дальше звучание показывает, что за блоком есть небольшое помещение. Кажется, предыдущие поисковые отряды пропустили это место. И там могут быть ценные вещи. Ну, давай попытаемся. Кто пойдёт? Ну, давай Кондрат. Он самый у нас. Вы некоторое время убираете обломки. Наконец-то вы открываете то, что похоже на старое помещение этнического обслуживания для городских инженеров. Внутри много наборов инструментов, которые всегда очень полезны. Получено пять ящиков с инструментами. Нифига себе. Надеюсь, у нас перевеса нету из-за вот этого добра. Так, где это В? Ну, почти. Так, Е это как-то дать можно? Да, это можно как-то дать. Ну-ка тебе. А это? Ну, давай себе возьмем. А почему? А, это наоборот повысилось у меня просто и подумал у меня понизилось моё добро и такой на тебе. вот ящики с инструментами. Понятно. Так, ключ Джерода открывает проход в зал купчихи. Ух ты, это надо, кстати, купчихи пойти. Значок компании признак торговли только для Эвилии. Давай возьмем нифига тут артефакты у меня. А я и забыл про него. То есть, надо будет купчихи опять вернуться. Так, у меня ещё, что ли, меховой жилет есть? Так, а как это всё посмотреть, какие артефакты одеты? Б, отряд. А, вот. А, я, получается, когда это, получается, я не могу его использовать, это, получается, снимается. Пусть 2 к торговле, пусть 5 максимальное здоровье, да? Это торговля. Это мы ещё на пятёрку, плюс 1 к осторожности, 2 максимальное здоровье добавили. Понято. Это меховой жилет. у вас его монокость, нужна шина, сонливость, офигеть. Эффект не накапливается, перелом, офигеть. У неё так-то 28 здоровье. Понято. Ну, так-то прикольно, ладно. Интересно, ещё, знаете, надо какой тут, сейчас попробовать мне сделать эффект, как сбегать в этот, ну, в городах и разбегать, потому что я вот думаю, так вот зачищаешь ледовицу, надо же как-то зачищать, потом сохраняться. Вот смотри, назад уже вернуться ты не можешь, офигеть. Но зато можешь идти вперёд. Здесь ты можешь сделать из припасов, наверное, шину какую-нибудь, да? Травяная повязка. Мне не хватает. А, нифига себе, реликвии. Ё-моё, сколько тут всего появилось-то у нас пояс убийцы. Ёшки-марки. Матрюшки. Но они все получаются со всякими дебафами идут. Набор лагеря. Нее. Железная кесара. Качественный жилет. Жилет искателя приключений. Офигеть. Чётки про матери. Но у меня какие-то есть, конечно. Проклятая рука. Нифига тут, блин. Сколько можно всего сделать? Ладно, пойдём дальше. Так, ну, либо вперёд идти, либо какие-то книги. Как-то в обход, что ли, идти. Либо напрямую куда-то идти. А назад я, типа, не могу, да, вернуться? Не знаю. Промышленная улица. Надо попробовать, как вот это вот, типа, сбегать или чё? Вот это вот, чё такое? Ваш прогресс в вывозке будет, когда мы вернёмся в дальнейшем. Точно хотите отступить? Нет. То есть, это получается, типа, из меню убегаешь или как? Хотя мне упал. Перед вами призначная девушка, признанно следящая за вами. Когда вы проходите мимо, она кричит Эй, ты, подойди. Она говорит, Я хочу знать, что ты за личность. Итак, давай поиграем в игру, шоколад или конфеты. В прошлый раз я выбирал конфеты. Давай. Ну, давай опять сладкую конфету выберу. Забавно, я тоже люблю конфеты. Получено два тряпных повязки. Отлично. Хорошо. Так, это я уже внутри, да? Да, внутри какой-то зоны. Можно по верху пройти. Ну, давай по верху пройду. Импровизируем вон его. Опа. Ужасный джентльмен. К вам подходит дружелюбный призрачный человек. Он улыбается и говорит, Приветствую. Могу ли я вас побеспокоить? Ну, естественно, я беру гнома. Кто же еще? Послушать, он хочет сказать. Он показывает вам свой особый коктейль. В прошлой жизни я был знатоком этого напитка. Даже в загробной жизни его изготовление является моим хобби. Я был бы рад, если вы бы попробовали его и поделить своими впечатлениями. Я уверен, вы согласитесь, что это лучший в мире напиток. Получен один лавовый коктейль. Но пока все события у меня со знаком плюс. Хорошо. Так, я иду поверху пока. Так, тут можно разжечь. Интересно, если я сбегаю, я теряю всех спутников или что? Мне надо, наверное, это проверить, пока я слишком далеко не удрал. Да, сейчас я подерусь и попробуем это сделать. Так, что за пацаны? А, ну это бичи. Бичи, игрок и всякие эти. Я забыл, у тебя, кстати, носит 6 истинного урона. Ага. Ну давай его сразу игроку какому-нибудь сделаем. А, ты не можешь, да? Блин. Ну давай тогда обычный. Хлобысь. Офигел? Так, давай. Три урона, нифига себе. А здесь я сбегать не могу, да? Нет, могу сбежать. Могу сбежать. Н. Подожди, если я вот нажму Н. А, это всеми сбежать? Блин. Ну ладно, давай, короче, попробуем сейчас сбежать, потому что это... Надо посмотреть, как это вообще работает. Механика. Это, блин, сломали ногу. Давай, ты тоже сбегай. Это, блин, на растерзание оставили. Все, сбегаем. Просто хочу посмотреть... Хочу посмотреть, как это работает. Так, и мы остались тут. Да? Подожди, где мы? А, это мы из битвы сбежали, типа я могу заново с ними биться? Или, типа я могу, например, вот сбежал из битвы и, например... Да, отступаю, допустим. You're good, yeah. Просто надо понять, как это работает, потому что, если непонятно будет, то потом будет обидно. И вообще, могу я выживать, там, еще что-то делать. Игровые данные сохранены. Так, хорошо. Что у меня с отрядом? Кто у меня остался? Да, все пацаны на месте, да? Теперь я, получается, могу здесь провести какой-то необходимый менеджмент, так называемый, да? Да? И, соответственно, что-то закупить, кого-то подлечить. Да? А как подлечить? Например, вот так вот, да? Вот я же могу здесь давать? Вот тебе, например. Да, смотри, да. Либо, либо надо поспать, да, чтобы они вылечились. Ну, давай я так и сделаю. Просто, как бы, надо понять, как это работает. Так, тут мне... Ага. Все гуляют в моем путешествии на поверхность. Правда? Говорят, ты открыла дорогу к призрачному базару. Это нам всем очень поможет. В любом случае, как прошла твоя вылазка? Я никогда не видел ничего подобного. Я думаю, что видела все. Поверь мне, девочка, то же самое и со мной. У меня были свои приключения, но ничто не помогло подготовить меня к такому. Чем вы занимались до этого? Ну, я управляюсь собственной гостиницей уже много лет. До этого я была дворской девой-воительницей. Не может быть, я слышал истории о девах-воительницах. Никогда не думал, что смогу встретиться с кем-то из них лично, так это дворфка тоже. Но, мои боевые дни прошли, хотя у меня иногда появляется возможность стучать кому-то по голове. Я знал, что у вас есть нечто большее, чем кажется на первый взгляд. От этих разговоров у меня появилось чувство ностальгии. В самотохе нападения города я оставил наверху много вещей, в том числе и ценную семейную реликвию. Что за семейная реликвия? Мой старый доспех. Его передала мне мать, а я ему достался от моей бабушки. Ах, я бы все бы отдал что угодно, чтобы снова заполучить его. Даже просто смотреть на него было бы приятно. Я жила на улице стиральная. Если бы я могла, то я сходила бы туда сама. Кто знает, возможно, скоро этот доспех снова будет висеть у вас в гардеробе. Так, это мы новое задание, да, взяли? Семейная реликвия. Посетить дом Хельги на стиральной улице в живом квартале. Понятно. Ну смотри, в принципе, я сбежал. Сейчас я сохранюсь поспать, да. И смотри, получается, никаких дебафов я за счет сбегания не получил. Все здоровье восстановили. Так, получается, можно немножко как бы сходил на вылазку, немного побился. И я надеюсь, что те улицы, где я был, они уже зачищены. И не появятся новые призраки. Но об этом мы узнаем в следующей серии. А пока на сегодня все. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайки. Мне это очень-очень не хватает. С вами был Чердак Норбу. Увидимся в следующих сериях, играх. Все, всем пока-пока. Будьте здоровы.